Всем привет! Хотелось показать, где находится у нас Фарахуе, черный родник в переводе. Что именно означает, не знаю. Черный родник, черный родник, Фарахуе. Вроде бы как не черный, вот он. Но о целебных свойствах его всем известны. Те, кто живет в нашем селе, все о нем знают, что он очень целебный родник. Но немногие знают, где он именно находится. Вот. Сейчас о нем хотелось подробно показать, где он находится, в какой точке на карте. Вот. И дедушка про него мне первый раз рассказывал, что это очень целебный родник. Сюда приезжали из далеких мест, чтобы лечиться этими водами. То есть оно считается очень целебной водой. Лечит многие заболевания, какие я не помню, дедушка рассказывал, когда я был маленький. Вот. Сначала я путал с другим родником, он находится там. Дальше о нем я уже рассказывать не буду. Он выходит из горы, получается, из подступа к горе. Вот. Между, получается, деревней Кедрячево и Митяшево. Вот. Ахоново и Митяшево. Но там это оказался не он. То есть все путают это, думают, что это парахой. Это не парахая. Парахой вот он, оказывается, здесь. Вот. Но сейчас поближе я покажу. Вот он, получается, выходит из двух мест. Вот первое место. Вот второе. Кто-то уже здесь поставил, облагородил. Поставил такую трубу пластмассовую. Вот такую вот. Попробовал я воду. Очень вкусная вода. Мягкая вода. Вот, выходит оно. Такую щелины. Расщелины. Это тоже так же. Перепад довольно-таки большой. Вот. Здесь метров отсюда до... Ну, перепад даже до сюда вот. Метров. Вот так. Пять есть. Ну, и ниже туда. Метров уже десять будет перепад. Я вот так вот думал, представил себя. Сдалека вот. Если выкопать вот так вот котлован сделать. Здесь вот примерно. Туда, в глубину. И оно получится как водопад уже. Будет очень красиво. Вот. Есть еще один родник там. Я сначала тоже думал, что это... Этот корахоев. Так как мне дядя Рив показывал. Вот оно находится чуть левее. Метров. Где-то... Получается метров... Пятьдесят надо пройти. Ну, сорок. Да. Вот оно левее идем. У нас пошел сородник там вот. Вот низменность, как мы видим. И здесь вот такая низменность. Она вот поднимается сейчас вдоль этого. Вот оно получается. Вот идем, 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 идем. Поднимаемся. Она прямо возле дороги у нас находится. Та была чуть дальше от дороги. Это выходит... Он такой своеобразный выход у него. Он выходит из-под земли. Вот. Ну, не так, как течет, да? А из-под земли он выходит. И туда растекается. Вот. Тоже вкусная вода. Только что отсюда выбрал. Несмотря на то, что листья... Ну, полторушку глубже погружаешь, она уже листья уже не подбирает. Мусор не подбирает. Вот. Тоже очень вкусная вода. Вот. Изначально думал, что я это... Вот этот Кларакуя. Ну, подумав, я понял, что... Да, дядя Дерев рассказывал о нем. Но он не знал, что там есть еще. Я у него спросил, неужели вот это вот Кларакуя? Он говорит, да. А я говорю, а где что? Как? Где? Труба, где? Говорю. Как это? Она же, говорю, известная, родник. Как дедушка рассказывал, он целебный родник. Все сюда приезжают. Думал, вот этот, что ли? Думал, значит, где-то еще есть должно быть. Потом, когда мы уже уехали, вот я еще раз сейчас приехал, смотрю. А там внизу еще один родник. Вот он там внизу, получается, дорога. Вот я машину у нас припарковал. Я сейчас в карте покажу. Я в конце видео. Вот дорога, получается. Эта дорога идет со стороны деревни. Вот деревня есть и там. Вот со стороны деревни наши, говорят, массово. Вот дорога. Ну и от дороги метров 20. Вот он, первый родник. И там, получается, спускаемся. Ну и либо с этой стороны там дорожка есть. Вот спускаемся. И там внизу еще один родник, вот который я показывал. Там с двух мест тоже выходит. Вот. Но мне кажется, все-таки в карахуе основной там. Этот, может быть, и этот карахуе, так как это черный родник переводится. Она как бы вот похожа на черный. Цвета черного, да? Как выходит снизу. Вот. Если по смыслу слов ориентироваться, то этот на карахуе больше смахивает. Ну не знаю, который из них карахуе. Но они расположены на одном и том же месте, можно сказать. Вот. Ну если его как следует выкопать вот так вот, метров 10, да? То есть здесь где-то на глубину хотя бы 3-4 метра выкопать. И оно уже будет, мне кажется, так же выходить, как и тот родник. Но это не главное. Главное мне хотелось показать, где он находится. И о целебных его свойствах. Ну, как считается, парк с минеральным водом я отметил в гуглых картах. Можете посмотреть там. Но точно я сейчас еще карту отмечу. Ну вот. Ну всем пока. Подписывайтесь. Буду еще показывать родники Башкортостана, так как мало родников отмечено у нас на картах. Да, я думаю, все-таки надо отмечать родники, так как люди, даже те, кто путешествует, ездят, заходят в карты и не могут найти родник. Чисто попить воды и... Да, можно спросить, конечно, у местных населений, но те, кто путешествует на велосипедах, они как бы в гуглых картах и ориентируются, чтобы можно было не спрашивать. Раз так тыкнул пальцем, посмотрел, ага, тут парк с минеральным водами, ага. Съездил, набрал себе с этого котлована и поехал дальше. Вот. Так что буду отмечать родники. У нас много очень родников в деревне. Вот. Это как бы не первый, не второй, не третий, не четвертый, не пятый. Их очень много здесь. Все я отмечу. Ну вот, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok